Все птицы находятся в публике, чтобы никаких скрытых, чтобы нет, и, в общем, мы, Женя, время от времени, привлекаем также в СМИ информацию о том, что популярно, Женя это делает ежедневно, а мы будем делать какие-то обзоры время от времени о том, чтобы популярно, чтобы популярно, какие-то там темы, как в России, и так далее. То есть это мы, как бы, не знаем даже. А вот вы сказали, что, если, значит, описывали, значит, с организацией, то мне сказали, что кем он вверх отвечал, значит, так вот, бывает, как вверх, значит, попасть в какое-то давленное лицо. Нет, да, не глава, а представитель прислушки отвечает. Да, а вот вы не боитесь, что это лицо окажется совершенно, значит, иннекоментентным, на том, что это будет какая-то меркая должность челящих и школьных, ну, и он свои некомпетенции всего может испортить. А мы делаем что-то, чтобы у себя поставить, с такой неправой отвечал. Нет, вы знаете, мы связывались с Бирбанком для того, чтобы верифицировать их аккаунт, и они купили этого человека, который публиковал. Это же человек, который говорил со СМИ, кстати, потому что они изначально сделали свое заявление в СМИ, а потом они расширили его микроном. И по поводу денег, чтобы ответить на этот вопрос, да, мы зарабатываем, как и вы, спортивные компании, это наш основной доход. Мы работаем с такими организациями, как Красный Крест, Greenpeace, Международная Амнистия, UNICEF, ну, куча-куча различных организаций, которые будут переходить на черт, потому что, не очень черт, потому что им интересно связаться с людьми, и которыми будет схожа и важна та же проблема, которой они занимаются. Вот. Самый, это вот как вы, да. У нас есть еще различные штуки, например, вот эти продвигаемые петиции, и такие различные мелкие продукты, но, в общем, наш следующий этап, это, конечно, создание краудфанинговой платформы, чтобы люди могли не просто создавать петиции, но еще собирать деньги, для того, чтобы поможем другу, не создавать документы с ней или туда. Да. У меня вопрос. Вы сказали, что... Вы только спросите, вы очень хотите проанализировать, ну, просто сказать, не надо, вот. Сколько это же работаете? То есть у вас до этого желание возникало? То есть у нас возникало? Что возникало? Кто возникал? Да, смотрите, нет. Везде возникало. Откуда вы там взяли, когда говорили про детство, про сайты и так далее, что голосуют в основном мамы детей? То есть... Да, да, да. Вы не знаете какие-то информации? Да, 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 смотрите. Конечно, это впечатление поводу мамы, но это впечатление сложное из того, как автор петиции общается с подписантами. Потому что сайты на данный момент позволяют подписантам петиции реагировать на обновления, на новости, строить комментарии, и зачастую автор петиции задают вопросы, и мы и так узнаем, особенно потому, что люди делятся своими историями, что это мамы, которые поддерживают это в основном. И кроме того, у нас есть такая штука, мы сейчас работаем... У нас активизировалась такая группа авторов петиции, которые победили в своих компаниях, но они хотят это знание как-то передать другим людям. Да, это очень замечательно. Мы очень рады, что ты приедешь, потому что это, на самом деле, очень важно. И у нас есть такая Юлия Вагунов, которая как раз автор петиции... Юлия Вагунов из Новосибирска, которая автор петиции по детям с расщеплением расщепленной губы и нёба. Она занимается как раз... Работает с мамами, с детьми, и она консультирует у нас... Мы их называем лидеры чинь-джё. Консультирует других мам, других авторов петиции о том, как вести свои компании. Поэтому мы знаем, что их очень-очень много, потому что их очень много, кто общается с ней. По поводу того, что... А ну, я до конечной мисс, по поводу этих лидеров. И вот Дмитрий Кранов, я вам говорил про него, который долго-долго спотерялся, что, значит, Путин должен быть автором адресатой петиции в этой истории с слепым мальчиком из Астрахани, который получил квартиру. Но вот сейчас, когда он победил, сейчас он консультирует других авторов о том, как выбирать адресатой петиции. Да, он помогает. Он не связывается с авторами новых петиций, он работает с ними уже сам, телефон, паскет и так далее. Так что информацию мы получаем от них, ну, часть, конечно же. Но по поводу того, чтобы узнать, какие у нас пользователи, немножко узнать о них больше, мы очень хотели. Но поверьте, когда у нас даже было 3-5 миллионов пользователей, у нас не только, я скажу, у нас появилась команда, год назад она стала двое, а до этого я работал один. Четыре года на чинджок русскоязычный сегмент, на все страны. Так что у меня было достаточно работы, для того, чтобы до того момента, чтобы понять, какие у нас пользователи, какое у них образование, и все. А вот сейчас мы наконец чуть-чуть поднялись, и то относительно 10 миллионов, и вот нас, да, сейчас трое стало, чтобы как бы у нас появился счет свободной руки, немножко времени, чтобы узнать, какие, что интересуют, по-моему, наших пользователей. Последний вопрос, класс. Сейчас нас совмещу в 2-1. Хорошо. Вы сказали в начале, что привлекаете, ну, в начале лекции, 50 тысяч в месяц, да? 500. 500. 500 тысяч? Нет, по России. 500. 500 тысяч на вы пользователи. Окей. И у вас, получается, есть какая-то информация, как мы сейчас поняли, о пользователях? Конечно, тоже. Как меняется в течение года привлекаемая аудитория, и как вы ее привлекаете, соответственно, аудиторию на свой проект? Конечно, много есть вспышек, например, 9 мая, очень много петиции про ветеран, как будто в остальной год ветераны находятся в отличном состоянии. Но очень много компаний, соответственно, очень много и большой интерес наших пользователей. Да? Вокруг 9 мая, именно вопросы, там, пожелых людей, ветеранов, это очень интересно наблюдать. Поскольку у нас уже такое огромное количество, ну, довольно большое количество людей на платформе, довольно такой репрезентативный, наверное, средств населения, то мы видим, как люди реагируют на новости. И мы стараемся, ну, как бы, то есть если какие-то события происходят в стране, например, ну, не знаю, когда был взрыв метро, например, да, или что-то такое происходит, как люди реагируют на эту ситуацию с личными совершенно... И вот, когда этот самолет, да, полустройство самолета, который идет из Египта, у нас была очень много компаний, которые к этой проблеме подошли совершенно различных, там, сторон, да, кто-то хотел самолет вообще запретить, кто-то хотел установить памятник, кто-то хотел, чтобы старые самолеты, значит, с ней досписывали, и так далее. Вот. И вот это, вот эти пики, да, мы видим в отношении к тому, что происходит там в новостях. Ну, собственно, вот так. И оно меняется, и оно повторяется ежегодно, но... Единственное, что, конечно, в общем изменилось, то, что, поскольку у нас столько много людей, мы видим, что у нас вот это вот деление на какие-то категории, что кому что интересно, оно становится все меньше, 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 потому что более как бы детально. И, ну, то есть, поскольку люди принимают вопросы, которые очень там в тридцатичны, каким-то делам, ну, в общем, мы стараемся как-то реагировать, как-то увлекаться их людей, чтобы у них было, чтобы они находили еще историю, которая им интересна, но это довольно сложно, пока она может, потому что у нас так мало, но мы надеемся, что с нашей новой рассылкой, новой системой, которую мы разрабатываем в данный момент, мы сможем более индивидуализированные рассылки рассылать людям. Технический вопрос. Очень не хватает РСС, вот как в списке побед, так и в списке новых петиций, вообще планируется ли это или это сознательно отказаться навсегда от какого-то, что-то можно машину было забирать, только все новые петиции, в частности, победа. Да-да, я скажу, что мы, в принципе, даже не обсуждали это никогда, но хорошая идея, мы можем… я действительно могу этого понять, но нам для этого сначала, я крае, вам скажу, нам нужно сначала научиться самим, как компании, эффективнее рассказывать истории побед, потому что я понимаю, что мы не рассказываем насто ineffective, как мы хотели бы историю всех вот этих побед, потому что их очень много, но мы из-за того, что у нас столько всего и столько опеты, столько обновлений и столько всего, то мы как бы пускаем вот это, и мы действительно продумываем с тем, какими мы можем в конце каждого месяца составляем некий обзор всех побеж, чтобы люди видели, что сработало нет. То есть мы пока в процессе стратегии того, как мы будем это делать, потому что важно рассказывать, какие поведения произошли, но мы, к сожалению, плохую работу делаем в этом контексте, это точно. Но по RSS я честно скажу, что мы не обсуждали это вообще. Это хорошая идея, конечно. Скажите, пожалуйста, про двоэтапность. Вот появилась петиция. Что дальше создатель с ней делает? Потому что есть петиции похожие, какие-то набирают тысячи, причем очень быстро. И в том числе по этой петиции, например, лично мне приходит и мои друзья, близкие, приходит рассылка. И точно такая же приметная петиция с такой же проблемой. Она умирает, тащится, тащится медленно. В том же результате умирает к их четырех несчастных тысячах. Хотя, по сути, они объединены одной идеей. Как работают, мне очень не всегда будет интересно понять, как работают. Да, наша система вылавливает компании, которые активны. И мы дальше субтестируем их нашим пользователям. Мы смотрим, на что пользователям лучше реки. Потом мы рассылаем. Потом мы связываемся с автором петиции, чтобы понять, что за автор, что он планирует делать. Какие мысли у автора, что он хочет делать дальше. Будет ли он работать с этими людьми, либо он просто бросит и оставит. Тогда мы не будем, скорее всего, рассылать. Это, возможно, вариант тогда, что мы написали, автор нам, во-первых, не ответил вообще. Либо написал, сказал, что он скорее не будет. Потому что, на самом деле, скажу откровенно, очень много единочной петиции, когда мы им рассказываем то, что я рассказал им сегодня. Было того, что, окей, прекрасно, это самый простой шаг. А теперь давайте подумаем то, как вы можете работать дальше с этой компанией, чтобы победить. То много людей оказывается не очень готовы к этому. Либо они хотели что-то высказать, пожалуйста, может быть. Но работать и решать эту проблему они как-то будут не очень. И тогда, соответственно, тогда, может быть, автор похожей петиции, который сказал, да, я готов, вот я делал то-то, то-то, тогда это уходит в рассылке. Это по поводу рассылки, да. Но есть такая еще штука, когда у нас... Последний мой случай, это была петиция про перевоз животных в РЖД. Там поменялись тарифы, по-моему, или правила, а правила, чтобы это было. И были две ровно одинаковые петиции. И мы, что мы сделали, мы просто связали авторов вместе по e-mail. Они договорились, меняясь телефоном, начали общаться. И мы просто выбрали одну из этих петиций, которые мы рассылали. Потому что они опытные, в принципе, работают хорошо. Вот такая практика тоже есть. И мне кажется, она очень классная, когда, это правда, очень много петиций начинаются на одну и ту же тему, примерно об одном и том же. И один и тот же вход, и одно и то же решение предлагается. Но тогда мы связываем авторов. Потому что, чем больше людей работает, особенно таких активных, тем лучше. А как же, если 2000, если я правильно запомнила, посудить, через день появляются петиции? Как вы втроем, друзья же втроем, открываете, да, отсматриваете, проживаете? Посмотрите, нет, у нас есть система, которая показывает, какие петиции активные, какие там популярные. А что значит активные? Я решила создать петицию. Что значит активные? Смотрите, вы направляете сообщение по обновлению подписантов. Вы рассказываете о петиции в соцсетях, публикуете. Если вы это делаете, она устроена. Но потом есть некая, как бы, поскольку компаний очень много, да, у нас там некий, например, порог. Мы смотрим на петиции, которые забирают большое количество подписей. Потому что если есть какой-то там большой интерес у человека, то есть без нашей помощи человек может собрать там 5000 подписей спокойно, на самом деле. Если человек работает над этой компанией, связывается с друзьями, с коллегами, с организациями и так далее, тогда уже мы подключаемся и говорим, окей, смотрите, у вас отличная база. Мы знаем точно, что вы будете работать, и мы не будем просто дергать всех остальных наших поздей в пустую. И последний вопрос про платформу АВАЗ. Как вы с ними общаетесь? Они, видимо, ваши конкуренты, да? Нет. Есть конкуренты, то вы союзники, да? Да. Вы тоже птицы, тоже добрые. Почему вы не вместе, не по отдельности? Мы с АВАЗом дружим, они очень классные ребята, и у нас как бы довольно принципиальное представление о том, что чем больше таких организаций, как раз вот я говорил, это в контексте того, что коллективно действует, не хватает интернет-технологий, да? Чем больше организаций, которые представляют инструменты людям, для того, чтобы они что-то решать, тем лучше. Мы абсолютно на этом идем, поэтому никогда не считаем такие организации. Но мы также принципиально отличаемся от АВАЗ, потому что АВАЗ все-таки активистская организация. У них есть свои определенные цели, у них есть определенные тематические, проблемные области, которые они продвигают. Они выбирают компании, работают над ними. То есть изначально АВАЗ был устроен как организация, которая как там Greenpeace или Amnesty, которая очень классно ведет гражданские компании. Вот они берут тему, они работают, но они это делать не автор петиции, который, например, кто-то, Ольга Рыбковская, а это делает АВАЗ. У нас принципиально другая позиция, потому что мы не активистская организация, мы предоставляем инструменты, мы позволяем людям говорить за себя, и мы считаем, что это очень важно. Потому что тогда люди действительно могут рассказывать свои проблемы более эффективно решать их, а не мы контролируем вот этот вот. Процесс. Получается, АВАЗ объединяет мир, а мы открыты в своей стране. Почему? Мы открыты всему. То есть у нас столько страны, столько пользователей. Каков там есть перевод? Ну, смотрите, на данный момент у нас гораздо больше пользователей, чем у вас. Только потому что к нам приходят совершенно различные интересы. Но опять же, АВАЗ классные организации. Должны быть организации, такие как Amnesty, Greenpeace, которым люди верят, потому что они, как эксперты, знают, о чём они говорят. Это очень важно. Действительно очень важно. Не даром Greenpeace также в некоторых странах делает компании на чей-джопе, или использует чей-джоп, или делает спонсированные компании. То есть мы работаем с этими организациями, мы действительно уважаем всё, что они делают. Это очень важно. Мы просто работаем по-другому. Мы считайте, как бы, считайте, что мы YouTube. А АВАЗ это как документалист, который снимает кино. А мы YouTube как платформа, которая может быть и документалист, и какой-нибудь там, я не знаю, любитель селфи и так далее. Уже это такое. То есть в этом духе, в этом принципиальное различие мы действительно считаем, что это очень важно. У нас уже заканчивается время. Я нарисую последний вопрос. Митя, скажите, какая ваша самая любимая петиция была о компании, которая больше всего вас впечатлила, и какая она важная оказалась за самый большой эффект на общество? Самый сложный вопрос. А, очень сложный. Самая любимая. Как влияла, может быть, лично на вас? Знаете, что я вам скажу, это довольно острая тема была, это в Беларуси петиция. Она меня, конечно, очень сильно заделала лично. Это, может быть, вы слышали про дату в 2011 году, в Беларуси был теракт в метро. И тогда были сладочно двое ребят, которые как-бы очень быстро каким-то образом оказались виновны, и очень быстро их признали виновными, особенно судами следствия. И была мама, которая пыталась защитить своего сына, которого никто не слушал. Правозащитные организации появились в лес, потому что непонятно, что за дело. Всем за это террористка и все. И она пришла на ченджерк и начала петицию. И тогда я понял силу технологии и силу того, что наша позиция верна как платформа, которая открыта и нейтральна. Потому что она получила возможность высказать все, что она думала про эту ситуацию. Она защитить своего сына публично. И тогда ей подписали, по-моему, что это было 100 тысяч человек. На тот момент, это было в 2015, у нас там было всего в русскоязычном сегменте, очень мало. Это была одна из самых крупных компаний. И благодаря именно тому, что она это сделала, ее тогда, я помню, пригласили в Европейскую комиссию, в Советские общества, она дальше продолжала рассказывать. До этого ее никто не слушал, потому что она даже не могла найти адвоката, который бы защищал ее сына, потому что все боялись. Ну, то есть, такое сложное, наверное, дело. Наверное, не самый жесткий пример, но вот эта борьба матери за жизнь своего сына, это просто нечто, когда мы поняли, что... И вот она пришла на чейнджерку, и этот факт, что она выбрала, и она использовала, это была как ее последняя часть, чтобы ее услышали, это повлияло на меня очень сильно. Я, честно говоря, до сих пор, ну, когда я все время... Ну, то есть, мы берем какие-то истории, новые личные истории, они задевают меня. Ну, только с того момента, когда я начал действительно... Да, я понял в своей голове ту позицию, ту роль, ту миссию, которая у нас есть, потому что мы можем говорить про это сто лет, ну, там, сто раз, иногда ты только прочувствуешь это. И, на самом деле, работая с некоторыми из этих авторов, я постоянно переживаю те же эмоции, потому что люди приходят, иногда в таком состоянии, потому что они были и тут, и тут, и тут, и тут, и везде им отказали, и никто это не слышал, как эта Светлана Лапина с Сибербанком, которая просто реально написала, что... Да, я пришла на чейнджерке, я написал петицию только потому, что мне подруга сказала, что попробуй и верься в том, что ты сделала всё для того, чтобы попытаться изменить эту ситуацию. Абсолютно всё. Это, видимо, последняя точка, это была чейнджер-петиция, потому что она не видела что-то с тобой. Потому что она очень хотела быть со своей дочкой, а не быть в суда. То есть она доживает там, может быть, последние дни или не лечится из-за того, что она суда, а она вместо этого с Сибербанком беседует. Ну, такие истории, да. Наверное, Светлана Лапина это моя новая любимая история. Спасибо. Спасибо вам большое. Спасибо большое.